В этот раз к нам в студию попал вот такой интересный комод. Состояние у него было так себе. Сколы, царапины и шатающиеся ножки. И вместе с тем очень красивая древесина на переднем фасаде. Снимаем верхнюю часть двери, чтобы потом почистить петли, которые открывают и закрывают эту конструкцию. Начинаем снимать старый лак с переднего фасада. Есть разные способы удаления старого лака. Мы в этот раз используем строительный фен. Работаем небольшими участками. Сначала прогреваем поверхность, а затем шпателем начинаем удалять лак. При нагреве лак становится хрупким и довольно легко отходит от дерева, счищаясь стекловидной стружкой. Не забываем про технику безопасности. Также периодически делаем перерывы, чтобы фен не сгорел. Если есть возможность, то лучше проводить этот процесс, если не на улице, то хотя бы в хорошо проветриваемом помещении. Старый лак пахнет довольно сильно и неприятно. После снятия лака ошкуриваем дерево средизернистой наждачной бумагой, чтобы убрать царапины и следы от шпателя, если они остались. Боковые части комода ошкуриваем с помощью шлифмашинки. Откручиваем с ножек защитные резиновые копытца. Лак на ножках также удаляем феном и скребком. Акриловой шпатлевкой под дерево заполняем сколы на верхней части комода. Переворачиваем комод, чтобы понять, почему шатаются задние ножки. Все просто. Доска, в которую они вкручиваются, треснула. Первое, что пришло в голову – заменить доску. Мы открутили шурупы, которые держали ее, но выяснили, что помимо этого доска была еще очень крепко приклеена к основанию. Поэтому план изменился, и мы решили залить трещину эпоксидной смолой. Зажимаем доску струбциной. Вкручиваем ножку и кладем сверху груз, чтобы приклеить доску к основанию. Эпоксидной смоле нужно дать не менее суток до полного схватывания. Мелкозернистой наждачной бумагой проходимся по металлическим петлям, очищая их от загрязнений. С фасада, с которого мы сняли старый лак, смахиваем пыль. Хочется оставить такую красивую древесину нетронутой, поэтому просто защищаем ее, пропитывая натуральным масловоском. Дерево сразу приобретает теплый золотистый оттенок. Ошкуриваем зашпатлеванные участки. Протираем комод от пыли. Для окрашивания боковин и верха комода мы выбрали оттенок краски броска вельвет в черный виноград. Это приятный приглушенный оттенок темно-фиолетового, который будет отлично сочетаться с теплой древесиной. Слегка разбавляем краску водой и широкой плоской кистью окрашиваем комод. Даем первому слою краски просохнуть 4-5 часов. Первый слой краски поднял древесные волокна, поэтому мелкозернистой наждачной бумагой слегка зашкуриваем все окрашенные поверхности. Затем наносим второй слой краски, также разбавленной водой. Ножки окрашиваем в оттенок глубокий черный. Даем краске высохнуть не менее суток. Ставим дверцу на место. Теперь можно покрыть окрашенные поверхности лаком. Мы используем яхтный матовый лак в баллончике, а передний фасад закрываем от лака бумагой. Ставьте лайки, пишите, понравилось ли вам преображение комода и меняйте пространство вокруг себя с красками броска. Продолжение следует... Продолжение следует...